И всем привет, ребята! С вами я, Маша Дарк, и сегодня для вас я буду снимать новую серию своего сериала. Я запускаю новый сериал Детдом год спустя. Ну а перед началом этого видео не забудьте подписаться и поставить лайк, ведь вам не сложно, но мне приятно. А мы начинаем! Надеюсь, это нормально будет. Ну смотри, судя по входу, не очень. Ой, господи, это только вход. Здравствуйте! Ого, впервые за всю историю Детдома я вижу здесь мужика. Так, без разговорчиков, дорогая. Без разговорчиков тут давайте проходить. Первая комната, где мы сейчас находимся, это мелкие. Мелкие проходим. Что? Что это? Что это? Фу, ну мне нравится! Мама! Папа! Так, вскоре привыкнете. Старший, проходим. Фу, вы ложки! Проходим, проходим. Итак. Ну, где наша комната? Вот это ваша комната. Фу, что мы здесь не будем? Здесь дырка в полу! Алло! Я могу провалиться! Привыкните. Итак, это наша кухня. Там диван, там туалет. И здесь наша комната. В нее нужно стучаться. Встрет約. Вскоре вы привыкнете. Ааааааааaаааааааааааа! Мамааааа!! ну а тот кто будет не слушаться в ванной комнате есть вот такая вот колбочка вы туда будете погружаться на два часа я надеюсь вы усвоили урок до свидания мы в комнате в комнату стучаться они даже имен наших не спросили а именно вы еще будете называть не по именам что здесь происходит я вроде все говорил господи они вы попустили в что что здесь произошло что с ним произошло будете уж плохо себя вести будет также да и девочка очень похоже на соор согласно а это очень похоже на джонни согласно с вами и пипец какой-то куда мы попали куда нас родителя только отдали хотя бы вот блокнотик есть мишка ты будешь моим мишкой не будешь тобой спокойней вообще кладбище тихо ревите только от у нас туда же куда и этого мальчика посадят мишка ты будешь со мной лежать ладно как вас хоть зовут джесси майкл меня сири сара точнее о нет ни сара меня зовут джесси майкл меня зовут мальчика звали ладно давайте познакомимся что ли у меня джофф меня марк меня зовут сара меня зовут кара кара типа карина типа кара бедный мальчик успокойся мы им давали шанс такие красивые фотки слушай а может мы как-то жестко с ними надо было может сделать ремонт у нас денег и так нет вот наша комната и все блин как-то жестко мы успокойся рассказываю историю несколько лет назад когда этот лагерь только открылся он был в прекраснейшем состоянии но дети довели его до такого состояния у этих людей владельцы этого лагеря не было денег чтобы починить весь лагерь и поэтому они оставили все так как есть они сейчас пытаются закрыть долго за этом успокойся приживутся в прошлом году уже как-то прижились и все равно не хотели отсюда потом уходить ну да меня больше пугает почему здесь окна заколочены просто посмотрите везде окна заколочены я не знаю может чтобы не сбежали без понятия господи что это за что это за люки пипец не хочу в эту колбу но мне не очень хочется закричать но я не хочу в эту колбу что здесь за мишка вообще это даже не мишка да зайцы какие-то господи что это что это за глаза что это за тихо не бойся все хорошо что в холодильнике так не послышалось ли ты открывал холодильник вам послышалось ладно детям мы хоть представимся меня зовут мистер клай баре меня зовут мистер клара очень приятно ваши имена ваши имена мы не будем спрашивать классом пофиг на нас вы как хотите а я хочу посмотреть что в холодильнике мне послышалось или ты открыл дверь холодильника ну да что здесь ты наказан кто-то этого майкла долго нет я пойду посмотрю ребята вы не знаете где майкл он посмотрел он посмотрел что находится в холодильнике и его засунули в колб потом идем к старшим уйдем а вдруг нас тоже посадят в кол Be Zahlen Это какое-то правило. Я не знаю. Ты куда? Я в комнату в воспитателе. Постучись, не забудь. Тук-тук. Да, что такое? А можно нам находиться в комнате стаж? Ни в коем случае. Хорошо. Девочки, может, вы у нас побудете? Это запрещено. Я только что спросила. Нам нельзя в комнату старших. Господи, я не знаю. Я хочу спрятаться отсюда. Я тоже. Я не хочу здесь находиться. У нас даже телефонов нет. Смотри, что это под кроватью? Слушай, что здесь? Слушай, что здесь? Слушай, что здесь? Что это сейчас было? Слушай, мне папа в детстве рассказывал о каком-то странном языке. Он меня научил. Давай еще раз послушаем. Это что-то мне напоминает на уходить отсюда быстрее. Что? Эти воспитатели хотят вас убить. Что? Давай спрячем. Пожалуйста, кто-нибудь выйдите на кухню. Да. У нас была рация, и меня папа учил этому языку. Там было что-то по типу, уходите отсюда скорее, эти воспитатели хотят вас убить. Что? Ну, что-то такое. Или не разговаривайте с воспитателями, они желают вам нехорошим. Хорошо. Я поняла. Два часа прошло, ребят. Да. Хорошо. 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 Мы такое узнали. Что? Вы кто? Что? Мы не хотим с вами разговаривать. Да. Да что с вами, мальчики? Ха, повелись. Мальчики, что вы так пугаете? Короче, слушайте. Я знаю этот язык. В переводе как уходите, не разговаривайте с этими воспитателями. Да, то же самое. Мы это увидели, он лежал у нас под кроватью. Смотрите, какое-то письмо. Давайте я попробую пролезть. Ох, я пролезла. Если вы это читаете, не разговаривайте с воспитателями и не делайте ничего плохого. Не ходите к старшим, не разговаривайте с ними, не открывайте холодильник и ничего подобного. Иначе вас посадят в эту колбу. Вы станете уязвимыми. Пожалуйста, киньте это письмо обратно, когда прочитаете. Пипец. Что-то стремно. Согласна. Классно. Итак, ребята, отбой. Я боюсь ложиться в эти кровати. Что с медишкой стало? Что с моим медведем? Уйди. 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 Моим медведем стало что-то страшное. Днем он какой-то обычный, а ночью. Ух. Ух. Давай ложиться спать. Ух. 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 Слез. Ух. 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 А почему не спишь? Ух. 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 Девочки, его положили в кол. Ложи спать, пока тебя не положили. Ложи спать, подъем, 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 извините, мистер Барри, а когда мы будем кушать? Вы не заслужили. А, я стояла в этой дырке, я чуть не провалилась. Тук-тук. Да? Мистер Барри, а когда мы будем кушать? Вы не заслужили. Вы не заслужили кушать. Что, ну я же голодная. Животик мой урчит уже. Вы слышали? Вы помните, что писали? Ни при каких обстоятельствах слушать воспитателей. Иначе вас посадят в куб. Мишка, Мишка, ты стал нормальным. Мне кажется, или они будут бояться. Пускай боятся. Все будет хорошо. Господи, как мне страшно. Я не понимаю. Девочки, не ссыкуйте. Все будет хорошо. Этот лагерь всего лишь на месяц. Всего лишь? Я буду месяц голодная, ты хочешь сказать? Нужно хорошо себя вести. И тогда нас покормят. Надеюсь, они хорошо покормят. Просто слушайте их. И, возможно, нас покормят. Лагерь всего на месяц. Я не собираюсь месяц голодать. Тихо. Они услышат. Тут не страшно. Нам всем тут страшно, потому что мы дети. Ой, ну, войнется. Трэш. Ой, господи, 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 как я боюсь. Тихо. Они слышат. Ложи мишку на всякий случай. Встань. Так, что там за шум? Здесь что-то... Кто-то плачет? Ну, отвечайте. Когда я спрашиваю, можно отвечать. Нет. Мы не плакали. Никто не плакал. Ну, ладно. Я поняла, когда он спрашивает, то можно отвечать. А когда он просто нас отчитывает, то нельзя. Ну, и вот на этом я хочу закончить свою серию Дедом Год спустя. Если она вам понравилась, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новые крутые серии. И всем до новых встреч. Всем пока-пока. Пока-пока.